Сделаем вместе. К одной города завершится благоустройство мемориала в поселке Пролетарский и общественной территории в Большевике. Работы на этих объектах проводятся по программе инициативного бюджетирования. 255 жителей поселка Пролетарский, в основном это работники местной суконной фабрики, не вернулись в поле Великой Отечественной, и их имена увековечены на мемориале «Родина-мать». Открыт он ровно 60 лет назад. Благодаря инициативному бюджетированию, новому направлению финансовой системы, позволяющей самим жителям определять и участвовать в финансировании социально значимых объектов, сегодня в поселке Пролетарский проводят работы по обновлению и обустройству сквера и мемориала. Работают два подрядчика. Один подрядчик с динамикой света занимается прокладкой кабелей и монтажем опоросвещения. Здесь у нас появится 36 новых торшеев со светодиодной оптикой. Будет довольно-таки светло, довольно-таки красиво. Все в дизайнерских решениях учтено. И отдельно у нас работает бригада, которая сейчас занимается непосредственно демонтажем старой брусчатки, опилом деревьев. В сквере приступили к укладке нового тротуарного покрытия на дорожках и к реконструкции самого мемориала. Здесь полностью заменят керамогранит. Впереди реставрация плит, на которых имена земляков участников Великой Отечественной. Скоро здесь будут и цветы красивые посаженные, и кустарники. А рядом находящаяся могила, прямо рядом могила наших пролетарцев, которые погибли во время бомбардировки 7 ноября 1941 года нашей фабрики. Хорошо, что именно в год 60-летия этого сквера идет реконструкция. Перемены в облике сквера произойдут существенные. Появятся новые фонари, скамейки, здесь посадят деревья и восстановят газоны. А в Большевике, благодаря программе инициативного бюджетирования, продолжится благоустройство местного Арбата. Теперь уже в районе домов 3, 3а и 5. За вторую очередь строительство пешеходной зоны проголосовали более 200 человек. Она будет не хуже обустроена в прошлом году. Здесь появятся детские площадки, места отдыха для взрослых. Особая гордость – велодорожки. Сейчас проводятся работы по разбивке торшерного освещения. Будет сделана большая работа по перекладке линий электропередач. В дальнейшем будет осуществлено согласование с подрядными организациями. И уже тогда в понедельник будет начинаться благоустройство полностью вместе с тропиночной сетью и раскопками и установкой закладных опор. Реализация проектов осуществляется за счет средств Московской области, муниципалитета и внебюджетных источников. В этом году благоустроить общественные территории в Пролетарском и Большевике помогла компания «Элитстрой». Закон об инициативном бюджетировании принят не так давно, но уже очевидно – он работает. В прошлом году благодаря этой программе второе рождение получил мемориал в Турово и был начат первый этап благоустройства в поселке Большевик. Продолжение следует...